Ну что, всем привет! Я рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня будем говорить, я думаю, уже все прочитали о чем, о главном, о коже, об интимной гигиене. И давайте сразу будем, скажем так, расположены в сторону новых историй относительно косметики, с которой многие из вас уже давно знакомы. Сегодня у нас в студии бренд, который не раз появлялся вообще, в принципе, здесь в прямых эфирах. Skin Helpers – это бренд, который мы все уже давно любим. И обратите внимание, что сегодня новая линейка представлена. Позавчера мы, кажется, с тобой встречались. По-моему, да, да, буквально на этой неделе мы уже презентовали, коротко так по каждому продукту прошлись, емко рассказали о том, что у нас за новая линейка, для кого она осознана. Сейчас немножко повторюсь даже, чтобы так вот немножко ввести наших зрителей. Мы создали новую линейку для людей с повышенной чувствительностью кожи, а также при наличии склонности к дерматитам, к атопическому дерматиту, псориазу, розоце, акне. То есть для той кожи, потребности которой выходят за рамки типов. То есть мы помним, что у нас есть основные типы кожи – это жирная, комбинированная, сухая, нормальная. Так вот, такая особенная кожа, она уже немножечко расширила нам границы, границы наших возможностей, наших продуктов. И поэтому мы уже не встраивали их в текущую линейку, базовую, в основную, а как вынесли за скобки. Мы вынесли за скобки и создали особенный уход. Особенный уход, и он также у нас идет по протоколу, поэтому не нужно пользоваться каким-то определенным средством, там, сывороткой, очищающим гелем в отдельности, нужно все использовать в системе. Так вот, у нас протокол в рамках линейки состоит по-прежнему. Ничего не поменялось из ключевых этапов. Это очищение, дальше это увлажнение и корректирующий уход. Но в рамках очищения у нас появился тот подэтап, то ответвление, которого раньше у нас не было. То есть это совершенно новый продукт для нас, и это блок интимной гигиены. Мы создали отличное, такое вот тоже мультифункциональное средство, которое, я уверена, всем понравится, потому что действительно прям по крупицам его собирали, но перед тем, как презентовать сам продукт, нужно проговорить вообще, что такое интимная гигиена, почему ее выносят за сходки. Да, зачем особенный продукт, почему не гель для душа или мыло? И в чем заключается вообще особенность? Может быть, это тоже самый гель для душа, там, или жидкое мыло, которое просто под другой этикеткой продается и навязывается. Ну, что-то вроде того. Да, на самом деле, нет, все гораздо сложнее, потому что сама зона, она очень сложная, если ее сравнивать с другими участками нашего тела. Интимная гигиена — это тот этап, который как встраивается в нашу систему ухода с первых дней жизни. То есть когда детки появляются на свет, их в любом случае купают, и в том числе в рамках интимных зон. Хочу сделать такое маленькое риторическое отступление. Когда мы говорим про деток, это очень корректно употреблять вот такой деликатный, нежный детский возраст в концепции обсуждения нашей линейки, потому что у нас есть продукты, которые можно использовать для детей в том числе. Мы про это говорили раньше. Если вспомнить, сейчас покажу, у нас на продуктах, на некоторых, есть такая иконка. Здесь изображена семья, и это такая вот подсказка, что средство мультифункциональное, его можно использовать для всей семьи, для всех из членов, вне зависимости от пола и возраста. Но когда мы посмотрим на средства для интимной гигиены, здесь ты не увидишь уже иконки. Вот, да, не вижу. А тем не менее, интимная гигиена — это то, что сопровождает нас с первых дней жизни. А это значит, не всей семье можно использовать? Конечно, не всей семьи. Только для девушек. Да, и сейчас расскажу, почему. Кстати, про девушек. Почему мужчина бы не склозоскобки сразу? Тут нет иконки этой. Так, может быть, это просто для детей не подходит. Позловила. Да, все сложнее. Когда мы говорим о детской интимной гигиене, то очищать интимную зону необходимо при каждой смене подгузника. То есть это происходит достаточно часто. Но очищать нужно теплой водой, без использования каких-то специальных средств. И вот когда ребенок, он прям только-только родился, специальные средства нужно использовать один раз в неделю. То есть мягкие очищающие средства, которые будут соблюдать именно физиологический уровень ПАШ, в том числе в интимной зоне. Когда мы только появляемся на свет, у нас нет такого строгого деления. У нас нет типа кожи, особенно это выражается на лице. У нас нет отклонения по уровню ПАШ на разных зонах. То есть плюс-минус все одинаково, все в норме. Как раз изменения начинают происходить, когда мы проходим этап полового созревания. Итак, гормональная перестройка. Вот есть этап гормонального такого созревания, гормональной перестройки. Он начинается, сейчас уже, конечно, прям разбег очень большой. Он начинается, ну, примерно, лет в 12. Но, тем не менее, есть еще такой вот подготовительный этап, когда уже организм понимает, что скоро ждет эта самая перестройка, скоро ждет его взросление, и уже начинает происходить внутренний процесс. Это примерно лет 7 начинается внутри нашего организма. Так вот, когда детки маленькие, не нужно использовать для очищения темных зон какие-то специальные средства. В рамках этих зон еще не скорректировался уровень ПАШ. Он физиологический, поэтому важно его соблюдать. То есть средства подбираем нежные, щадящие, с мягкими ПАВами. ПАВы — это те активы, которые как раз отвечают за очищение кожи. Если они агрессивные, это те компоненты, которые, мне кажется, у всех на слуху. Это слесы, слесы. То есть то, что обеспечивает очищение, но оно очень грубое. Это может скрипа. Да, до скрипа, могут быть шелушения, то есть стянутость, очень много неприятных последствий. У нас есть альтернатива прекрасная, те же самые ПАВ, но мягкие, другая группа ПАВов. И вот важно, чтобы в детском средстве как раз они и использовались. Дополнительно сохранялся уровень ПАШ. Так вот, когда... Очень важно хочу отметить, что есть такой факт. Когда мы говорим про интимную гигиену девочек маленьких, то здесь имеет место быть как усиленная гигиена, когда родители как-то очень... Гипер такая опека происходит, и средства используются очень часто. И как раз это очень нехорошо, потому что тем самым нарушается баланс микрофлоры. Снимают защитный слой бесконечно. Конечно, правильно, правильно, потому что защитный барьер деток, он достаточно слабый. Кожа только формируется, формируется кожный иммунитет. И тут важное правило не навреди. Но когда мы говорим о гигиене мальчиков, здесь, наоборот, идет пренебрежение. К сожалению, там достаточно либо подмывания один раз в день, а вообще без использования средств. То есть все немножечко... Ну и там такие осложнения существуют, да, потом уже впоследствии. Разные паляции, да, конечно, нарушаются микрофлоры. И вообще естественный процесс формирования кожных вот этих вот барьеров. Это действительно очень важно. Так вот, вернемся к женской интимной гигиене. Когда девочка, она подходит вот к этому периоду полового созревания, и, соответственно, там начинаются критические дни, важно включать специальное средство для интимной гигиены в ритуал ухода. Здесь уже очищение базовым хорошим мягким средством не подойдет. Весь секрет кроется в уровне ПАЖ. Когда происходит эта самая перестройка, уровень ПАЖ в интимной зоне, он смещается. Он у нас переезжает в слабокислую сторону. То есть ПАЖ другой. Не подходит увлажняющее или очищающее, увлажняющее, очищающее средство, скажем так, которое мы используем для остальной поверхности кожи. Нужно использовать особенное. Особенное, которое будет поддерживать как раз этот слабокислый уровень ПАЖ, то есть будет препятствовать той же самой сухости, нежелательным реакциям, покраснениям, чувству дискомфорта. Чтобы всего этого не было, нужно использовать специальное средство. Но когда мы говорим про мальчиков, они же тоже проходят вот этот период гормональной перестройки. Здесь у нас уровень ПАЖ, он либо не меняется, либо наоборот смещается в нормальную щелочную сторону. То есть нормальная щелочная – это все равно разная паляция, если сравнивать с женской интимной флорой. И то есть здесь очень важно, что мужчинам нельзя использовать средства для интимной гены, которые предназначены для девушек. Да, потому что смещение уровня ПАЖ – это всегда плохо. Неважно, в какую сторону, это плохо всегда. Я думаю, каждая сталкивалась при… и каждый. Ну то есть все мы умываемся, я надеюсь на это. А умываемся мы проточной водой, водой из крана. А мы, когда умываемся, мы часто сталкиваемся с этим неприятным ощущением, когда у нас кожа стягивается, могут появиться шелушения, какой-то зуд, абсолютно дискомфортно, с кожей происходит что-то не то. И это как раз такой вот маяк того, что поменялся уровень ПАЖ, он сдвинулся. То есть это прям такой яркий сигнал. Это яркий сигнал, потому что когда на коже происходит что-то странное по всей поверхности, скорее всего, с уровнем ПАЖ или в том числе с уровнем ПАЖ что-то не то. Водопроводная вода, она предназначена для употребления внутрь, для того, чтобы мы ее пили. Она не предназначена для того, чтобы мы ей умывались. Ну вот так вот создано природой. Водопроводные условия, да, скорее, это больше для каких-то бытовых нужд вода необходима. Уж никто там уровень ПАЖ не измеряет. Конечно, плюс вода, которая там течет по трубам, и могут содержаться разные примеси, это дополнительные такие вот триггеры для появления нежелательных реакций. Так вот, когда у нас наш нормальный физиологический уровень ПАЖ, естественно, для нашей кожи, сдвигается искусственно за счет вот этой водопроводной воды и неправильно подобранного очищающего средства могут пойти эти нежелательные реакции, в том числе в рамках интимной зоны. Тем более, эта зона, она суперчувствительная, там прям отдельная микрофлора. И почему как раз сдвигается уровень ПАЖ? Природа, эта штука умная, поэтому специально делает среду в этой зоне более кислой, чтобы подавлять вот развитие как раз нежелательной микрофлоры, бактерий, этих микроорганизмов, которые могут, как сказать, ну прям повлиять на здоровье, да, повлиять на здоровье организма человека, то есть все не просто так. И когда мы используем агрессивное мыло или гель для душа, мы прям идем против природы, скажем так, и можем спровоцировать появление вот этих самых нежелательных реакций. Дополнительно, когда мы говорим про интимную гигиену, не нужно, вот как и при уходе за ребенком, прибегать к такой вот гиперчистоплотности, гиперочищению. Это абсолютно такой вот, это не тот путь, который предназначен для нашей кожи, потому что даже с этой перестройкой, когда у нас организм меняется, очищение не должно быть гиперчастым. То есть, ну как минимум, один. Такой лучший враг хорошего. Конечно, но и пренебрегать не стоит. Самый-самый минимум, сколько раз нужно очищать кожу интимных зон в день, это один раз. Оптимально два раза. То есть больше, это уже лишнее, это уже не норма. Когда у девушек начинается период критических дней, очищение может доходить до четырех раз, но опять же не больше. Также не нужно использовать какие-то посторонние предметы в плане мочалки, скрабирующих каких-то компонентов, агрессивные, может быть, удаление влаги с помощью такого жесткого полотенца. То есть все дополнительные агрессивные такие факторы мы тоже выносим за скобки. Это уже тоже враг для нашей интимной зоны. И дополнительно это уже выходит за рамки косметики, но это тоже важно. Я думаю, что мало у кого это есть, но тем не менее для очищения кожи интимных зон должно быть предусмотрено дома отдельное полотенце. Отдельное полотенце. Проводила опрос среди своих знакомых, к сожалению, большинства этого нет. Нету какого-то персонального полотенца, которое очищается регулярно, которое используется только на одной зоне. И это очень большой минус. Как раз с помощью полотенца в том числе переносятся эти самые микроорганизмы, бактерии. Это вот то, что влияет как раз на развитие микрофлоры. Вообще одно полотенце зачастую у многих это ноги, тело, лицо. И интимная гигиена и так далее. Еще иногда бывает, когда несколько человек в семье, тут где-нибудь муж, знаешь, вытерся. Да, конечно, конечно. На разных участках кожи могут быть разного типа загрязнения. Когда мы говорим про стопы, это вообще отдельная тема, потому что там повышенная концентрация потовых желез. То есть идет именно этот процесс повышенного потоотделения, если сравнивать с другими участками, могут развиваться тоже такие вот пагубные процессы, которые как раз провоцируют появление неприятного запаха и так далее. Когда мы уже говорим про интимную зону, это совсем другой блок, а про лицо это тоже отдельная история, отдельное полотенце, отдельный уход. И вообще, ты знаешь, кстати, вот если, например, я думаю, многие девушки будут согласны, когда планово посещаешь, к примеру, гинеколога, тоже сейчас один из вопросов, какой уход относительно личной гигиены, очищающие гели или просто мыло или душ. И вот насчет полотенца. Это вот основные моменты, которые сейчас даже в кабинете у гинеколога тоже обсуждаются. И мне кажется, это правильно. Конечно, это правильно, потому что образованность этих вопросов, она, ну как ни крути, низкая. Она растет, но все равно она низкая. Даже когда мы говорим про интимную гигиену и формат очищения кожи, душ или ванны, ну как бы я думаю, что большинство не знает, что корректно выбрать. Конечно, нужно выбирать душ, потому что под проточной струей воды наши загрязнения, они уходят, и риск развития каких-то нежелательных реакций или нарушения баланса микрофлоры, он гораздо ниже. Да, абсолютно согласна. Слушайте, Настя, на самом деле я очень рада, что ты позволяешь и в принципе поддерживаешь вот эту историю, то, что об этом говорить, об этом говорить откровенно много и плюс ко всему решать определенные проблемы. Почему? Потому что давайте я напомню, что у нас в студии Николая Анастасия, которая непосредственно своими ручками, своим мозгом участвует в разработке и в создании всех этих продуктов, за что тебе отдельное огромное спасибо. Огромное не за что, потому что, хотя нет, е за что. Не за что, вот, пожалуйста. Да, потому что когда мы стали изучать как раз-то направление, поняли важность сегментации ухода для разных участков тела, мы как раз и создали наше средство, это наш гель для интимной гигиены. Очень важно, хочу проговорить, что так как у нас линейка предназначена для кожи с повышенной чувствительностью, а интимная зона это как раз при любом состоянии нашей кожи в рамках общего, интимная зона, она всегда более чувствительна, она более подвержена внутреннему влиянию нашего организма, а также внешним. То есть там неправильно подобранное белье. Кстати, я вот читала такое вот некоторое отклонение. Буквально сегодня увидела где-то у врача рекомендацию тоже для маленьких деток, что даже белье влияет как раз на то, будет ли соблюден баланс микрофлоры, будут какие-то реакции. Это не просто про ткань, это не просто там выбирайте хлопковое белье, потому что оно дышит, не выбирайте синтетику, потому что оно создаёт парниковый эффект. Нет, там как раз была рекомендация, чтобы выбрать правильно цвет белья. Да, конечно, потому что яркое красочное белье, оно содержит красители, конечно. А красители это один из тех компонентов, который может вызвать и аллергические реакции, и нежелательные реакции, и как раз сдвинуть наш баланс микрофлоры. Ну вот ты сказала про детское белье, но ведь до сих пор дебаты продолжаются на тему женского белья. Бикини, стринги, за, против, и тоже огромное количество материалов сейчас собрано на тему того, что вот это вот крошечное белье, которое в определенный момент просто заполонило наши гардеробы, оно на самом деле не так уж хорошо влияет на микрофлору в том числе. Конечно, конечно. И плотно сидящее, вот извини, пожалуйста, когда вот сильно, вот прям размер в размер, тоже является, насколько я понимаю, негативным фактором. Ты абсолютно права, потому что я как раз хотела сказать, что задача как раз белья, которое мы носим в разных возрастах, это поддерживать наш комфорт, потому что как ни крути, у мужчины, у женщины есть определенные выделения. И чтобы не пачкать, ну, будем называть вещи своим языком, чтобы не пачкать нашу дополнительную одежду, верхнюю одежду, используется как раз это белье. И его задача как раз не навредить, чтобы не было вот этих вот натяжений, трений, чтобы не было дискомфорта, там, стянутости, а также, если белье все-таки некачественное, синтетическое, чтобы не создавался парниковый эффект. Парниковый эффект, да. Это очень важно. Ой, слушай, на самом деле тема такая многогранная. И еще вот последнее, это же, насколько я читала недавно, исследования все до сих пор проводятся, и тоже очень много мнений на эту тему, ежедневные прокладки. Ой, это тоже такая боль. Да, против, да, потому что изначально вот я теорию одной стороны слышала, что вот эта вот ластовица, которая уже есть на белье, вот то, что ты сказала, белье в принципе для этого и нужно, чтобы как раз-таки, да, предотвращать, быть барьером между одеждой и телом, оно уже и является такой некой прокладкой для нашего тела. И не обязательно использовать ежедневки, потому что именно благодаря этим ежедневным прокладкам получается вот этот парниковый эффект. А кто-то говорит, наоборот, нужно использовать. Я все-таки приверженник того, что все-таки одноразовые прокладки это не совсем здоровая подход к интимной гигиене. Действительно создается этот парниковый эффект, как минимум, потому что вот этот слой, где находится клей, липкий клей, за счет которого прокладка сама держится, он не пропускает воздух. То есть автоматически идет такая вот блокировка обмена воздушных масс. Это все равно, это не очень здорово для организма. Но вот ты знаешь, вот сейчас же можно перестроить вот эту вот привычку. И опять же, я читала рекомендации на эту тему, что попробуйте просто отказаться, и со временем вы увидите, что даже вот этих ежедневных выделений станет меньше. Поэтому, мне кажется, если вкупе использовать новый подход к интимной гигиене, например, отказаться от ежедневных прокладок, выбрать белье из правильного материала, неяркое, чтобы было меньше красителей, правильной формы, и выбрать для себя правильный ежедневный уход для интимной гигиены, вот это вот в совокупности может классно даже поправить и здоровье в том числе. Почему? Потому что очень же много, в том числе, и каких-то там, скажем так, проблем гинекологических появляется именно вот из-за использования неправильного всего этого и белья, и прокладок, и так далее. И в том числе полотенец, который могут использовать другие люди, конечно, там грязные руки вытереть, и с помощью этого может зародиться инфекция дополнительная. Слушайте, я не знаю, мне очень нравится, что у нас сегодня получился такой вот классный, тихий, душевный, домашний разговор. У нас подключаются наши зрители, вот ты знаешь, тут я вижу, что, во-первых, многие заметили промокод, ребята, извините, мы сразу погрузились в беседу, да, у вас на экране есть в крайнем правом верхнем углу промокод, который вы применяете при оформлении заказа, вы можете вот здесь вот выбрать все, что вам нравится, в том числе и гель для интимной гигиены, применяя промокод, вы еще получаете 15-процентную скидку, промокод работает, все проверили, поэтому, да, вот и у Ксении работает, Ксения тоже взяла себе гель. Смотри, вот вопросы я сейчас несколько зачитаю, потому что страна-производитель, Россия, соответственно. Да, да, да. Это, кстати, большая гордость. Большая гордость, мы прямо находимся в Москве, у нас огромное, огромное современное производство, как раз и в лаборатории разработок, и мой отдел, то есть вся команда, она работает централизованно, и за счет этого достигается очень крутой результат. Да, Маргарита написала, а они просто будут рассказывать? Мы будем рассказывать, а вы потом уже согласно всей этой информации протестируйте, ознакомьтесь поближе, конечно. И, кстати, заходите в инстаграм бренда, потому что всегда можно найти обратную связь, там будут вопросы, пишите в директ, и вообще читайте посты, потому что страница очень информативная. Так, всем ли подходят? Я так понимаю, что это кто вот подключается, мальчики, девочки тут еще просят рассказать про уход интимной гигиены у подростков, мальчишек. Давай вот еще раз проговорим, что эта продукция не прям для всех. Да, и тут есть маленькая загвоздка. Когда мы говорим про девушек, повторюсь, в некоторых моментах, при гормональной перестройке, когда уже человек взрослеет, девушка взрослеет, уровень PH интимной зоны, он меняется, он смещается в слабокислую среду. Это примерно уровень PH 3,5. Поэтому наш физиологический уровень PH, это так для знатоков 5,5. То есть он немножечко снижается, когда мы говорим про цифры. То есть он отличен от PH кожи в рамках нашего остального тела. Когда мы говорим про мальчиков, этого изменения не происходит. То есть PH, он либо остается, либо смещается, наоборот, в щелочную нормальную сторону. То есть такие разные поляции у нас происходят изменения. И когда мы говорим про очищение уже для девушек, мы используем специальное средство для интимной гигиены, потому что соблюдается этот самый уровень PH. Когда мы говорим про очищение подростков, мальчиков и мужчин, соответственно, можно использовать базовое очищающее средство, которое будет поддерживать физиологический уровень PH. То есть он как раз более щелочной, его можно будет использовать в рамках очищения всего тела и также интимных зон. И важно, что в случае девушек, что в случае мужчин, используем очищающие средства только для наружного очищения. Потому что если мы будем пробовать как-то более интенсивно и углубляться, скажем так, пытаться очистить, здесь уже как раз мы вторгаемся в нашу естественную защитную среду. Это то, где косметика работать не должна. То есть мы, наоборот, спровоцируем. Это тот самый подход, когда не навреди, не нужно. Абсолютно согласна. Но вот обрати внимание, что здесь у нас реально людей становится все больше и больше. Про сыворотку. Я так понимаю, что вот увидели дополнительно уже... Интимную зону увлажнять не надо. Но про сыворотку Настя расскажет чуть позже. Так, почему промокод применяется? Подскажите, как вы относитесь к дезодорантам для интимных мест? Как ты купила и нарушилась микрофлора? Нормально ли это? На самом деле, то, что у вас нарушилась микрофлора, это нормально. Особенно, если дезодорант был аэрозольный. А такие бывают? Бывают. Их достаточно мало. То есть это то направление, которое очень плохо представлено. И на самом деле, это хорошо, что оно плохо представлено. Потому что, когда применяется дезодорирующее средство, конечно, человек сталкивается с неприятным запахом. Такая вот у него потребность. Неприятный запах, это примерно, так косвенно проведу параллель, это как запах неприятный в рамках наших стоп. То есть идет повышенное потоотделение, мы создаем парниковый эффект, у нас там все запечатывается, идет патология. И, соответственно, одно из выражений такой патологии, это неприятный запах. То же самое, когда мы говорим про нашу интимную зону. Дисбалансировав микрофлору, пренебрегая правилами интимной гигиены, неправильно подбирая белье, имея какие-то инфекции и дезрегуляцию наших естественных функций, не обращаясь к гинекологу, не проходя консультации постоянно, конечно, у нас может быть одним из выражений того, что у нас что-то идет не так, неприятный запах. Не нужно пользоваться дезодорантами, потому что дезодоранты, они, как правило, маскируют, то есть они не решают проблему. Это то же самое, как дезодоранты в рамках подмышечных патин, когда мы их обсуждаем. Многие люди страдают гипергидрозом. Гипергидроз — это когда в поте больше, чем положено, то есть потовыделение повышено, оно происходит вне зависимости от внешних факторов. Не так, что стало очень жарко, либо вы позанимались спортом и вспотели, нет, вы потеете постоянно. И это происходит очень усиленно. Использовать дезодорант в качестве средства, чтобы заблокировать это повышенное потовыделение, потоотделение, вы себе не поможете, вы проблему не решите, потому что она кроется где-то внутри. То есть маскировочные средства — это не то, что нужно. То есть, знаешь, действительно лист подорожником, прикрыть проблему листочком и все, но она от этого никуда не девается. Да, все верно. Возможно, я буду не права, но мне кажется, что с этой проблемой лучше обращаться, например, к эндокринологу, который уровень гормональный проверит, А про гипергидроз или про интимную гигиену? Ну вот именно про дезодорант. Если есть такая проблема, может быть, стоит врачу. Это болезнь, это отклонение внутреннее. То есть нам кажется, что мы можем какими-то внешними средствами это как-то скорректировать. Ну нет, скорее всего, вы просто заблокируете свои потовые железы и еще больше нарушите вот это вот выделение пота. Это как примерно в случае работы с жирной кожей. Жирная комбинированная кожа, это как легко их определить? У вас вырабатывается кожного сала больше, чем нужно. То есть оставляется жирный блеск, закупориваются поры, куча-куча разных проблем. И когда люди пытаются решить свой запрос с помощью такой вот агрессивной косметики, которая очистит кожу до скрипа, которая моментально уберет жирный блеск, кожа этого не понимает. То есть вы даете для кожи сигнал. Слушай, дружочек, ты молодец, вырабатываешь очень много кожного сала, мне очень приятно, но этого недостаточно. Я искусственно это все убираю со своей кожи. Это сигнал для кожи, что-то идет не так, надо больше. Работай больше, да. Да, потому что для кожи это нормальное состояние, что идет повышенная выработка кожного сала, в случае с гипергидрозом идет повышенная выработка пота. То есть для кожи это нормально. Дополнительно искусственно воздействуя на эту проблему, вы только ее будете усиливать. Точно, вот, кстати, с этой стороны на картины я не смотрела Отдельное спасибо тебе за такие классные мысли вообще, в принципе Так, вопрос на тему того, что сколько раз в итоге Давай еще раз тогда поговорим за финалем Вот сколько раз в норме можно личной гигиеной в день, скажем так Я не знаю, как за ним Пользоваться средствами для интимной гигиены Смотрите, когда мы говорим про мужчин, оптимально один раз в день Когда мы говорим про девушек, минимально, минимально один раз в день Оптимально два раза в день В период менструации количество раз, когда мы испортим средства для интимной гигиены Увеличивается до четырех Не всегда, не обязательно, все зависит от индивидуальности От того, как протекает менструальный цикл у девушки Но до четырех раз может происходить очищение Да, не больше, не надо Больше, больше не надо Так, еще раз скажите мужу, что взять? Мужу базовый очищающий гель Не давайте, не давайте своим мужьям, своим молодым людям, своим детям, мальчикам Пользоваться средствами для интимной гигиены, которые предназначены именно для девушек Там уровень Паш другой Вот, не подходит Вот этот, оставляем себе любимый Гель для интимной гигиены А очищающий гель уже всем И деткам, и мужьям, и подросткам, мальчикам А тут прям есть даже подсказка такая, что можно использовать Правда, очищающий гель это супер мультифункциональное средство Которое, наверное, сочетает в себе максимальное количество направлений Как его можно использовать То есть для очищения лица, для очищения тела Для интимной гигиены девочек, ну, детей Детей обоих гендеров А также для интимной гигиены мужчин То есть средство такое многопрофильное А давай, если ты не против В принципе, мы потом еще раз повторим Для тех, кто будет постепенно подключаться Вот про гель для интимной гигиены Мы поговорили достаточно много И тема, конечно, такая многогранная Мы к ней еще вернемся Но если мы перешли вот к очищающему гелю И ты уже затронула тему того, что он достаточно многофункциональный Если ты не против, давай тогда отдельно проговорим Именно про этот гель, для чего, как, кому, зачем Я абсолютно не против И перед тем, как обсуждать конкретно это средство Еще раз хочу напомнить Наши линейки В каждом средстве не содержится ни одушек, ни красителей А вот как мы проговаривали Даже в разрезе белья, которое мы носим Нужно избегать все-таки красителей Потому что, особенно в детском возрасте Потому что микрофлора, она еще не сформирована Организм, он априори более чувствительный К внешним воздействиям Поэтому нужно избегать с красителями средств Особенно с агрессивными, синтетическими и так далее В наших средствах этого нету Этого нет И, кстати, тут вопрос сразу прилетает в чат Чем пахнет? Вот знаете, кстати, хочется сказать Что какого-то вот именно яркой парфюмированной одушки Ее действительно нет Как такового аромата вообще нет То есть есть какой-то отдельный, очень легкий-легкий какой-то аромат Но просто ты тогда еще даже позавчера говорила Что это именно аромат всех компонентов Конечно, конечно Которые изначально встроены Но как такового запаха, который вычленить, можно сказать О, пахнет цветами Это невозможно сделать, потому что яркого аромата у средств нет Да, тем более состав он достаточно длинный Он большой, средств используется много И каждое средство, каждый компонент Он пахнет по-разному Он пахнет по-разному Как раз совмещается такая вот уникальная композиция аромата И это явно не парфюм Это явно не те ароматы, которые мы привыкли Которые мы можем определить Пахнет персиком Нет, это не та история Пахнет все средства достаточно нейтрально То есть нельзя определить, что это Аромат косметический Такой легкий, ненавязчивый Легкий, ненавязчивый Поэтому вот как раз-таки насчет этого Я думаю, что все услышали данную информацию Но вот, кстати, Ольга присоединяется к моим словам благодарности В твою сторону Какая крутая тема Спасибо, что рассказываете о важном Я тоже согласна с Олей И вот, кстати, я, видимо, прослушала дочке 12 лет Чем пользоваться Вопрос Смотрите, вопрос хороший Ну, давай еще раз тогда скажем о том Что мы отдельно сегодня проговорили Про гель для интимной гигиены Которую можно использовать для девушек, женщин Да, с какого возраста? Когда начинается гормональная перестройка 12 лет, мне кажется Ну, примерно 12 лет Да, сейчас у нас происходит все раньше и раньше Но когда уже появляется менструальный цикл То нужно включать специальное средство для интимной гигиены Потому что ПАЖ в интимной зоне Он начинает смещаться И действительно, тема, она очень важна Мы специально ее вынесли в отдельный эфир Потому что, ну, я думаю, со многими из нас Мамы, папы, родители, бабушки, дедушки Не обсуждали эту тему Ребенок, он обычно сталкивается с этим сам Сейчас, конечно... Ну, это как, знаешь, по умолчанию Как будто ты от рождения должен себя знать И все тихо молчат Да, я думаю, что в нашем детстве По крайней мере, в моем детстве Мне, сейчас, сколько мне лет? 25 лет В моем детстве вообще не было этого разделения Вот эти средства лентина, гигиены Вот тебе такое, вот тебе тоник Этого не было априори Ну, то есть, я прям вижу, как образованность в этом направлении Она растет Как родители не стесняются говорить на эти темы со своими детьми Но те, кто стесняется, могут прям показывать вот эти вот эфиры Мы в рамках своих социальных сетей тоже поднимаем эти темы Потому что это не стыдно Это тот вопрос, который касается нашего здоровья, нашего комфорта Это то, что должны все знать по умолчанию Это прям... Согласна Не знаю, это прям такой вектор, который надо обсуждать Во-первых, да Во-вторых, тем более, если, мало ли, может быть, вы там родители, да Которые тоже постепенно подходят к тому возрасту Когда ребенок начинает задавать вопросы Не готовы к ним Действительно, включайте наши стримы Заходите на страницу в Инстаграм к бренду Или просто даже элементарно Вот у меня мама, например, поставила бутылочку Почитай И все, да И, ага, хорошо, понятно, что с этим делать Все, хотя бы просто внедрите данные средства себе в ванную комнату А ребенок прочитает Даже если не готова говорить открытым языком все это Просто сам все поймет Вот, если вот, например, девочка, да, 12 лет Там мало ли есть менструальный цикл Нет менструального цикла Можно от этого отталкиваться Но если младше И если еще не произошел вот этот переход, да, гормональный То очищающий гель пока можно использовать Очищающий гель Потому что нет этого смещения Уровень баш Нужно поддерживать в физиологическом состоянии То есть, в принципе, получается, от рождения Skin Helpers будут сопровождать Это супер Это прям очень важно, потому что этот блок гигиены Он с нами с первого до последнего дня жизни И это очень важно Говорить об этом, не стесняясь Вмедрять это в свою культуру Культуру ухода И тогда прям не будет никакого, как сказать, препятствия Для того, чтобы, как сказать Сталкиваться с проблемами Сталкиваться с проблемами И предупреждать в развитии проблем в том числе Абсолютно согласна Ребят, обратите внимание Вот Людмила спрашивает Сколько будет действовать промокод Он действует во время стрима То есть, до 17.00 по Москве Ну и час после стрима В крайнем верхнем правом углу Размещен промокод И обратите внимание, что вот сюда А, сутки Сутки будет действовать промокод Это еще лучше, на самом деле Так что все успеваете И смотрите Вот здесь вы можете найти все-все-все средства О которых идет речь И не только Потому что вот та линейка Skin Helpers Которая была представлена ранее И мы говорили о ней в студии Она тоже сегодня со скидками Поэтому проходите в карточке товаров Обращайте внимание на то, что здесь везде Достаточно много отзывов Читайте их, листайте Также можете всю информацию Прочитать на странице На Азон И также перейти в Инстаграм бренда Там очень много классных постов С максимальной информацией Про каждое средство Так, переходим дальше Кстати, хороший вопрос Подмышки Это интимная зона И зона пупка тоже Интимная зона Определяется именно зона бикини Потому что как раз Все у нас связано с паш Все вот около паш Крутится, вертится Именно там Паш у нас Сдвигается в слабокислую сторону Если мы говорим про девушек И там очень сложно Микрофлора То есть Есть зоны слизистые То есть очень все сложно Именно эта зона Относится к интимной Но когда мы говорим Про подмышки Я не могу это определить Как интимную зону Это скорее зона С максимальной концентрацией Так же как и наши Не пяточки, стопы Стопы с максимальной концентрацией Именно потовых желез То есть там наш организм Он работает по-особенному Там уже идут Особенные процессы И там тоже важно Как раз следить за тем Чтобы флора не нарушилась За тем, чтобы Опять же нашему организму Не навредить Не создать парниковый эффект Чтобы проблема Если она есть Не усугубилась Кстати, этот вопрос Вызвал так же жаркие споры В чате Уже наши девчонки Друг с другом переписываются Это классно Такое небольшое комьюнити У нас сегодня организовалось Так, еще вопрос Сколько сроков Про сыворотку Мы будем Про сыворотку Давай тогда уже потихоньку Идем дальше Потому что сыворотка интересует Но тем не менее В рамках интимной гигиены Если есть вопросы Можете их собирать Обязательно в конце эфира Еще раз повторимся Ничего страшного Пройдемся по тем вопросам Которые интересуют Давайте сейчас Про другие продукты поговорим Уже раз про сыворотку Речь зашла Смотрите Сыворотка Это тот продукт Который у нас закрывает Этап увлажнения Напомню Система ухода состоит Из очищения Тонизирования Увлажнения И корректирующего ухода Так подожди Очищение Так вопрос в какой Очищение Очищающий гель Правильно Очистили кожу лица Дальше Тоник Сыворотка Сыворотка Вот как раз к ней Потом будем переходить Да Вот сейчас Про нее все расскажут Идет корректирующий уход Да Корректирующий уход отдельно Именно Так что про сыворотку нужно знать Сначала я хочу ее прям Открыть Показать Здесь есть такой Интересный Замочек Который можно использовать Очень много раз Все продумали И упаковка Класса Продумали действительно все Хотели сделать все удобным Функциональным И лаконичным Вот как выглядит сыворотка Она максимально чистая То есть она прозрачная Легкая Без дополнительных Посторонних включений Именно как раз поэтому Она будет равномерно Разноситься по коже И очень хорошо впитываться Не вызывает Такое чувство липкости Когда еще что-то Вот осталось На средство Такое неприятное ощущение Этого здесь не будет Так как у нас линейка Она разработана Для людей с повышенной Чувствительностью А также С наличием Различных кожных Заполиваний То сыворотка Это такой легкий Легкий продукт Для увлажнения Потому что кожа Которая травмирована В принципе Ей Жирные Вот эти вот текстуры Масла Баттеры Будут подходить Плохо Или даже так Хуже Чем легкие текстуры Это как на открытую рамку Вот что-то еще сверху То есть запечатывать Препятствовать Вот этому Обмену Веществ Не нужно Как раз сыворотка Это тот продукт Который можно использовать Как самостоятельное средство Для увлажнения кожи Так и в качестве проводника Проводника Для корректирующего ухода Потому что в корректирующем уходе У нас представлены Именно кремы То есть такие вот эмульсии И сыворотка Она будет обеспечивать Максимально выраженный эффект То есть действие сыворотки Будет сочетаться С действием кремов И будет действием Супер выраженным Вот Так что сыворотка Еще раз Подходит в качестве Увлажняющего продукта Как самостоятельного Так и в паре с кремами Вот Сыворотка для Опять же, давай посмотрим Значок есть, нет Для кого она Кому можно его использовать Изучайте Так Мы смотрим То, что вот этого значка Где вся дружная семья Располагается Его нет Значит, это все-таки Для определенной группы людей Да, для определенного Потому что деткам Им не нужно Им не нужно использовать сыворотки Не нужно использовать такие продукты Когда мы говорим Про деток-атопиков Потому что, например Тоже самый атопический дерматит Он в основном появляется В детском возрасте Уже начиная Там с трех месяцев То есть очень ранний период Возникновения заболевания Здесь не нужны сыворотки Здесь нужны На корректирующий Хороший уход Потребности ухожения Так же, как и у тонизирования То есть эти продукты у нас появляются После полового созревания Это понятно Получается, что сыворотка для женщин Да, для девушек Для девушек Да, то есть уже когда происходит Эта перестройка Лет 12-13 Спокойно можно включать Сыворотку в ритуал ухода Как раз тогда формируются Типы кожи Для этого типов Их по сути-то и нет Кожа работает плюс-минус Нормально на всех зонах То есть тогда происходит программирование Да, да И при правильном уходе Можно вот как раз таки сбалансировать Тип кожи Когда, извините, я перебью Когда мы говорим про нормальную кожу Которая в состоянии в норме Просто она разделена на определенные типы То сыворотку можно использовать В том числе для жирной комбинированной кожи Как раз потому, что увлажнение суперлегкое То есть компоненты, которые входят в сыворотку Они обладают такой маленькой-маленькой молекулой То есть там та же самая гиалуроновая кислота Она низкомолекулярная За счет этого очень хорошо Вглубь проникают эти самые активы Которые обеспечиваются Любое действие продукта То есть не будет жирнить Не будет провоцировать появление Усиленного жирного блеска Увлажнение нужно для любого типа кожи Даже для самой жирной Для любого состояния кожи То есть это Появление кожного сала Это вообще не признак того Что увлажнять кожу не надо Она и так салом внутренне напиталась Нет, на самом деле Вообще, ты знаешь, мне кажется Очень классная тенденция У вашего бренда относительно того Чтобы все-таки Да, вот какой-то такой некий косметический конструктор Создавать, а не для определенного Вот это только для сухой кожи А это только для жирной кожи Нет, конечно, для бренда это прекрасно Ну да, там 3000 средств Да-да-да Но мне понравилось то, что реально Еще та Те средства, которые были Из базовой линейки Да, из базовой линейки У меня мама приехала что-то для себя Бабушка что-то себе забрала Крем-маску Она просто все И локоточки, и лицо Все, ей так безумно нравится И шея Я себе что-то оставила Отвоевала с боем Потом также на озон-то заказывала Потому что, ты знаешь, классно Когда реально вот такой вот Некий конструктор, который решает проблемы Независимо от состава продукта А зависимо от состава И потребности твоей кожи И вообще это очень классно Потому что что-то муж может для себя использовать Что-то ребенку можно дать Да, какие-то проблемы решить Вот эти два средства Вообще, мне кажется, это такие прям Палочки-выручалочки в определенных ситуациях Мы обязательно сейчас о них поговорим Но если вы для себя уже отметили Взяли на карандаш какие-то средства То сейчас вы можете их уже отправлять В свою корзину на платформе Озон Посмотрите, здесь сегодня для вас Хорошие скидки Также действует для вас сегодня Специально промокод Который вы можете использовать сутки В течение суток он будет действовать Это дополнительная скидка В 15% И я могу сказать одно Что я, конечно, уже, мне кажется Дикий фанат Вашего бренда этой косметики Потому что из предыдущей серии Там у меня определенные есть любимчики Кстати, солнцезащитный крем Я вот скоро поеду в отпуск И сразу я знаю, что я с собой возьму И здесь я могу сказать то, что Эта сыворотка, она у меня есть Я уже просто не... Я не могу утром просыпаюсь Или вечером после обычного ухода Вот это совсем другие ощущения И я не могу это, знаешь, как-то вот назвать Описать словами или еще что-то Но в первый же день, когда я пришла Я умылась вечером стандартно Тоником из прошлой линейки пока еще Восстановила уровень PH Правильно, правильно И я потом, когда нанесла сыворотку Я понимаю Я не знаю, как это работает Но это совсем другие ощущения кожи И я даже не захотела крем впоследствии использовать То есть обычно у меня кожа сразу такая Знаешь, после того, как ее умыли Она такая, сухарик, неплохо А это вот нанесла сыворотку И все, у меня даже рука не потянулась Потом за кремом Вот прям хочу рассказать вообще Для чего нам нужно увлажнение Человек, он состоит в основном-то из воды По-хорошему процент воды в нашем теле Он ого-го, какой большой И как раз происходят эти самые Обменные процессы в нашем организме В нашей коже Есть такая вещь, как Трансэпидермальная потеря влаге Из названия, если так вдуматься Понятно, что у нас есть кожа Есть разные слои Эпидермис, дерма И как раз влага, которая у нас содержится Она уходит во внешнюю среду И она иногда может быть повышенная Может быть задерживаться влага в нашей коже То есть процессы разные Но когда у нас идет нарушение нашего барьера Гидролипидного барьера То есть влага, она начинает Вот все интенсивнее-интенсивнее испаряться Уходить из нашего организма Поэтому мы с помощью увлажняющих средств Которые как раз обладают таким окклюзивным действием Окклюзия это когда средство Вот может так вот схватить влагу И удерживать в коже С помощью этих средств Мы как бы дополнительно Даем возможность коже напитаться Этой самой влагой Дополнительно у нас В нашей коже есть такие Волокна, коллагена и эластина Это как раз то, что делает нашу кожу упругой, ровной И когда с возрастом Это такой процесс, которого избежать невозможно Эти волокна, они разрушаются Их становится меньше То есть этот самый каркас Вот они такими крестиками стоят Он разрушается сам по себе Естественным путем Мы можем этот процесс усугубить То есть используя неграмотный уход Травмируя нашу кожу Не защищая ее от ультрафиолета У нас эти волокна будут еще хуже Просто, я думаю, они будут в шоке Разваливаться на глазах Именно поэтому мы дополнительно Используем увлажняющие средства Именно в грамотной последовательности Очищаем нашу кожу Тонизируем Используем увлажнение Помогаем нашей коже Справиться с теми процессами Которые неизбежны Мы будем стимулировать Выработку этого коллагена и эластина Запускать внутренние процессы А также насыщать дополнительно водой Ну я правильно поняла, что здесь все-таки Больше речь идет о том, что Вот в данном случае Правильный уход помогает Свой личный внутренний резерв На что способна кожа Как раз таки вот удержать Или вот продлить Продлить, да, пролонгировать Вот как раз про молодость Сейчас у нас прямо от интимной гигиены До антиэйдж-косметики Настоящий такой, знаешь, девичник Да, как раз когда мы говорим Про антиэйдж-косметику Которую, ну это как зуб Вот болит у нас зуб, ноет Не ходим и к врачу, а потом Уже обращаемся, а там поздно удалять нужно То есть если бы мы вовремя обратились Или изначально прям самых ранних лет Придерживались системе там Осмотров регулярных То есть консультации с врачами Этого не было бы никакой проблемы Все было бы предотвращено То в рамках кожи у нас происходит то же самое Когда мы грамотно за ней ухаживаем Поддерживаем ее в состоянии увлажненности Не разрушаем гидролипидный слой Агрессивными очищающими средствами Мы как раз пролонгируем этот период молодости А когда мы уже обладаем морщинками Пигментацией получили от солнца От ультрафиолета Вообще все у нас полный комплект Кожа потеряла свой тонус, упругость И мы идем за антиэйдж-косметикой Которая работает только на самом верхнем слое кожи Ну не нужно верить в сказку То что пишут 30+, 40+, 50+, Нет, косметика она поможет Как сказать поддерживать кожу То есть не усугублять проблему Не усугублять, поддерживать кожу в том состоянии Которое есть сейчас Ну слушай, это похоже на историю Как есть условия хранения продуктов И если там условно говоря молоко поставить в холодильник То оно продержится вот как раз таки В сроке своей годности Если оставить просто на столе Оно прокиснет и потом из него сделать предыдущий вариант свежего молока невозможно Именно так Поэтому здесь мне кажется с кожей примерно так же работает Грамотный уход изначально поможет вам продлить свою молодость Или по крайней мере сделать это ну как бы менее заметно Конечно, потому что те же самые волокна коллагена и эластина Их ничего не заменит Это такой вот внутренний каркас Который есть в нашей коже И изнутри там с помощью баночки косметики мы его не внедрим никак Дополнительно, когда уже проблема усугубилась Когда уже есть глубокие морщины То есть вы вот это старение запустили в более интенсивной такой скорости То есть оно ступило раньше, чем планировал ваш организм То здесь уже только косметология поможет Никакие кремы не помогут Абсолютно, да Слушай, на самом деле у нас сейчас подключаются и тоже вопросы задают Опять уводят нас в интимную гигиену И вы большие молодцы Потому что да, вообще изначально тема стрима у нас интимная гигиена Но ты знаешь, единственное, можно вот минуту, через минутку мы это сделаем Потому что я предлагаю вот все-таки уделить буквально вот хотя бы немного времени Вот этим потрясающим баночкам Потому что я видела вопросы на тему Что после сыворотки следует Ты нас заинтриговала Сказала, что вот эти вот кремы Вот буквально вот расскажи, чем отличаются Двух минут как не получится Обязательно приходите на следующий эфир Он будет 5 числа 5 числа у нас будет эфир Как раз будем разбирать Темы кожных состояний, кожных заболеваний Коротко скажу, когда мы смотрим на этот крем Это крем Эмолент Он подходит при атопическом дерматите Сориазе, а также повышенной чувствительности и сухости кожи То есть такое увлажняющее средство Которое дополнительно помогает работать с кожными проблемами И это очень интересная такая широкая тема Которую мы рассмотрим потом чуть попозже Но тем не менее, это средство Давай я прям покажу Это средство можно использовать, если вам комфортна текстура И коже нужно просто увлажнение То есть средство можно использовать абсолютно точно Как средство увлажняющее в рамках своего ухода Просто по типу кожи Причем для всей семьи, потому что значок мы сразу увидели А почему для всей семьи? Надо будет разобрать чуть-чуть попозже Мне просто не остановить Мы к клинитивной гигиене не вернемся никогда Нет, мы вернемся Просто ты знаешь, раз уж ты сказала А, скажи Б Заговорила про эти чудо-средства? Хотя бы в двух словах Но при этом запоминайте, да, что 5-го числа Так или иначе, все равно здесь у нас на Озон пройдет стрим В котором более подробно Настя все потом про каждый этот крем расскажет Но что нужно знать, что опять же можно использовать для всей семьи Да, да, опять же для всей семьи Это тот крем, который будет максимально актуален для тех, кто болеет розоцеем То есть это покраснение кожи А также при наличии других, другого рода, другого происхождения покраснений Когда мы говорим про малышей, это в том числе натертости Натертости от подгузников То есть какие-то мелкие ссадины, трещины То есть в этом случае тоже будет продукт отлично работать Вот, это супер коротко Короче, просто не могу Потому что тема очень-очень обширная И надо сначала разобраться в природе отличий кожи В ее особенностях, в ее потребностях И почему именно это средство в этом случае должно использоваться Ну что? Интимная гигиена Да, интимная гигиена И слушайте, на самом деле, вот здесь хороший вопрос у нас в чате После бритья можно использовать сыворотку мужчинам? Я так понимаю, что, ой, я подумала это... А я тоже? А я такая... Ну, а кстати, смотрите, сыворотку мужчинам, как я понимаю, вот эту именно для лица Так, когда мы говорим про зону лица Так, подожди, да, давай вот Даниилу ответим После бритья можно использовать сыворотку мужчинам? Да, можно использовать сыворотку И смотрите, если вы травмируете свое лицо Например, используете лезвие и как-то там порезались Или у вас есть на коже воспаление, вы дополнительно их еще усугубили То обратите внимание, в рамках линейки базовой Skin Helpers есть регенерирующая маска Она черная, вы можете прям в список товаров перейти Я сейчас покажу Да, 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 и прямо ее найти Это тот продукт, который способствует интенсивной регенерации кожи И он максимально актуален после бритья Вот это? Смотри Да, 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 черная маска Очень сложно перепутать И обращаю ваше внимание, что после бритья, если у вас кожа действительно травмирована Может такое вот легкое покалывание ощущаться Потому что это средство содержит лактобионовую кислоту И вот как раз регенерация Это то действие, которое является целевым у этого продукта Она обеспечивается такими, может, неприятными ощущениями Это значит, что средство работает Работает Слушай, ну сейчас я чуть-чуть переверну вопрос, который я прочитала и подумала про другое Вот если мы говорим про личную интимную гигиену Если, условно говоря, мы не пользуемся услугами шугаринга, косметолога, воска и так далее Если вот мы используем бритье, к примеру Меняется ли схема использования геля? Можно его использовать как гель для бритья? Гель для бритья? Слушайте, нет Смотрите, компания Глория это основа бренда Skin Helpers То есть есть компания, которая у нас занимается производством У нас много векторов Да, много-много брендов, много направлений Одно из таких направлений это профессиональный шугаринг Это средство для мастеров эпиляции, а также средство для домашнего шугаринга И как раз здесь я больше, конечно, специалист в рамках удаления физиологичного Физиологичным способом волос То есть здесь никаких дополнительных средств не нужно Но насколько я знаю, когда мы говорим про бритье То нужно использовать средства, схожие с вазелином То есть такие средства, которые будут обеспечивать такую прокатку бритвы То есть способны... это такие вот лосьоны, гели То есть то, что будет помогать бритве прокатываться Пены, да? Пены, да То есть лучше все-таки использовать специальные средства Но когда мы говорим про интимную зону, не нужно выходить за рамки кожи и попадать в слизистую Чтобы ее не травмировать Потому что в основном зона применения очищающего геля интимного Это слизистая Вот, и у нас сейчас остается буквально 5 минут до завершения стрима Ты знаешь, вот у нас люди подключаются Кто-то чуть позже присоединился, кто-то с самого начала Все-таки давай еще раз с тобой зафиналим как раз-таки наш стрим, который посвящен интимной гигиене И проговорим по-новой относительно того, как подобрать гель Вот здесь Ольга задается вопросом И правда, как правильно подобрать гель для интимной гигиены Знаешь, что обратить внимание, зачем он нужен и кому он нужен? Мы сейчас это и продеваем Потираю ручку, сказала Настя Да, а сейчас мы это проговорим Шаг первый Обязательно смотрим на уровень каш Средство для интимной гигиены Это не просто про название, которое выносится на этикетку, на флакон Это средство, которое имеет отличие Первое, это уровень паш Даже на нашей упаковке мы специально вынесли то, что соблюдает физиологический уровень паш для этой зоны То есть не физиологический для остальных участков тела Для этой зоны это слабокислый уровень паш Естественно, для этой зоны То есть примерно паш 3,5 Он такой немножко гуляющий Может быть шаг право, шаг влево Но около 3,5 он крутится То есть первое, мы смотрим, какой уровень паш у средств Производитель обычно это выносит Второе, мы смотрим, чтобы была концентрация по минимуму агрессивных компонентов То есть красители одушки в рамках этого средства должны уйти мимо Третье, мы смотрим на наличие павов Какие используются Также, если производитель использует мягкие павы Это те активы, которые обеспечивают завод пенобразования, очищения То есть то, что как раз забирает загрязнение с поверхности нашей кожи То есть производитель может использовать агрессивные павы Это то, что обеспечивает моментальное действие буквально до скрипа Он может использовать мягкие То есть если он вносит, то лучше сделать выбор в пользу этого бренда, этого продукта Также средство помимо очищения должно выполнять дополнительные функции Успокаивать кожу, увлажнять, в том числе увлажнять кожу И все равно, когда мы кожу очищаем Когда она потом подвергается внешним воздействиям носки белья Не всегда правильного То есть потоотделению, смене температуры и так далее То есть происходят определенные процессы, которые могут запускать воспалительные реакции То есть даже в случае, если у кожи есть воспалительные реакции Которые вызваны внутренними или внешними процессами Этап очищения мы не исключаем Но подбираем продукт таким образом, чтобы были успокаивающие компоненты в том числе Вот как раз в нашем продукте все эти правила мы прям абсолютно Потому что когда мы поняли, как важно подбирать тот самый грамотный уход для интимной зоны Мы прям все по пунктам, все по полочкам разложили, все сделали Потому что по сути делали для себя Ну вот сказав все это, я хотела бы напомнить, что как раз-таки здесь есть два средства Которые подойдут, условно говоря, для всех членов семьи Если мы говорим про мужчин или про детей Да, у них уровень PH, он физиологический, а это 5,5 Поэтому мы используем очищающий гель для очищения общей поверхности кожи, а также интимных зон Когда мы говорим про девушек, то в период полового созревания уровень PH меняется Эта зона, она очень сложная, с определенной микрофлорой, со слизистой и так далее Поэтому подбираем отдельный уход, который не рекомендуем использовать основным членам семьи Вот этот гель для интимной гигиены мы забираем себе и для своих девчонок-подростков А вот очищающий гель для мужчин, детей, мальчишек, да, вот оставляем им вот эту бутылочку Именно так Вообще, вот, ты знаешь, я поняла, зачем он нужен Но если у нас есть зрители, которые только-только подключились, у нас буквально 2 минуты остается Все-таки это достаточно новая тема Не каждая семья использует гель для интимной гигиены Не каждая женщина, не каждый человек это делает Зачем? Почему должна быть вот такая баночка у нас в ванной, а не кусок мыла? Потому что мы обязательно должны соблюдать баланс микрофлоры Опять же приведу пример на очищение лица, потому что лицо-то каждый точно очищал хотя бы раз в своей жизни, я надеюсь Когда мы очищаемся водопроводной водой, она имеет щелочной уровень ПАЖ У нашей кожи он физиологический, это 5,5 Щелочная, идет такой по возрастанию показатель И когда мы не используем дополнительных грамотных подобранных средств То мы можем столкнуться с такими нежелательными посредствами, как сухость, шелушение, стянутость Это все происходит из-за того, что уровень ПАЖ, он смещается И это действительно важно Так вот, когда мы говорим про интимную зону, там происходит примерно то же самое Уровень ПАЖ, он определенный, он определенный для этой зоны И он слабокислый Когда мы используем базовые средства, которые там предназначены для физиологического очищения Это слава богу, это не самое худшее, что может быть Когда мы используем щелочное мыло, то мы прям, как сказать Сдвигаем Искусственно, да, сдвигаем уровень ПАЖ не в ту сторону Появляется куча нежелательных реакций Это может быть сухость, это может быть зуд Это также может быть неприятный запах в том числе Потому что очищение проводится неграмотно Дополнительное там шелушение, когда мы говорим не про слизистую, а про поверхность И дополнительные нежелательные реакции вплоть до воспаления Воспаление, поэтому будьте здоровы, ухаживайте за своим телом Ухаживайте за своей кожей, за своим здоровьем Все для этого за вас уже придумали Обратите внимание, данный промокод будет действовать сутки Сейчас переходите в список данных средств Выбирайте то, что нужно и необходимо вам и вашей семье И, конечно же, используйте промокод На сегодня мы с вами прощаемся относительно бренда Skin Helpers Обязательно увидимся 5 числа Да, и поговорим уже про кожные особенности Если у вас или у ваших близких есть такие болезни, как атопический дерматит и псориаз Welcome на наш эфир Разберемся поподробнее, разложим по полочкам И я думаю, очень будет интересно и полезно Да, поэтому всем спасибо, всем пока Берегите себя и свое здоровье Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!